Сегодня наша задача рассказать о самой программе, о том, что будет в этой программе включено, какие будут условия участия в этой программе. И это поможет вам сориентироваться и определиться, подавать вам заявку на эту программу или не подавать. Со мной сегодня мои коллеги из фонда Гарант, и мы решили провести консультацию следующим образом. Я сейчас сделаю презентацию этой программы, расскажу основные позиции, и после этого вам будет возможность задать вопросы. Вы сможете их или в чате написать, или голосом, как вам будет удобнее. Поэтому я сейчас открываю презентацию. Итак, лидерская программа для НКО будет реализована в рамках проекта, как я уже сказала, благотворительного фонда развития сообщества Гарант. Там проект называется «Лидерская программа для руководителей ресурсных центров». И реализовывать мы ее будем при поддержке фонда президентских грантов за период 2023-2024 год. Наверное, сначала я бы хотела остановиться на том, кого мы ждем на эту программу, для того, чтобы вы тоже сориентировались с точки зрения подачи заявки. Значит, программа заявлена как программа для ресурсных центров. Но под ресурсными центрами мы понимаем достаточно широкий спектр организаций. Значит, в первую очередь предпочтение будет отдаваться представителям тех организаций, которые не просто работают в своей тематике, но еще и являются ресурсом для других НКО. То есть, так или иначе, классические ресурсные центры, да, те, кто работают как ресурс для других некоммерческих организаций, либо организации, которые работают в определенной тематике, но при этом передают, так или иначе, свои знания другим некоммерческим организациям. Я знаю, что вот наш опыт работы с некоммерческими организациями показывает, что практически любая успешно работающая организация, у которой уже есть хотя бы какой-то опыт, так или иначе, консультирует другие некоммерческие организации, либо те, которые работают рядом с ними в том же регионе, либо те, которые работают в той же тематике. Ну, например, мы видим много примеров, когда организации, которые, например, работают с людьми с инвалидностью, нарабатывают определенный опыт и потом консультируют другие такие же организации, которые работают с людьми с инвалидностью. Или организация развивает какую-то тематику, ну, например, является там в организации по сохранению культуры. При этом она делает сама свои проекты, но еще и помогает другим организациям, работающим в этой сфере. Учит их, может быть, методически поддерживает, может быть, консультирует. Это могут быть очень разные форматы. Почему я на это обращаю ваше внимание? Когда вы будете заполнять анкету, пожалуйста, отразите это тоже в анкете, что ваша организация, ну, каким образом вы с другими НКО взаимодействуете. Может быть, вы какие-то конференции организовываете, или у вас есть вот методики, которые вы передаете, или вы возглавляете или участвуете в какой-то сети некоммерческих организаций. Почему для нас это важно? Потому что программа достаточно дорогостоящая, и мы понимаем, что основной результат программы не только повышение квалификации вашей, как специалистов некоммерческой организации, но и через вас эти знания и опыт будут уходить, как бы развивать вашу организацию. И если вы работаете с другими НКО, развивать и другие организации тоже. Поэтому вот мы рассчитываем на определенный такой мультипликационный эффект этой программы, что он будет работать не только, что она будет работать не просто на ваше личностное развитие, но она будет работать на развитие вашей организации. И одна из целей, которые мы ставим перед собой в рамках этого проекта, это помочь вашим организациям, которые будут включены в программу, выйти на другой уровень развития организационного. Но еще нам очень важно, чтобы вы могли делиться этими своими знаниями с вашими партнерами и соратниками, чтобы эти знания дали такой мультипликационный эффект. Это вот первое. То есть у нас нет требований, чтобы для вас ресурсная деятельность для других НКО была основной. То есть мы не ставим здесь условия, что мы берем только чистые классические ресурсные центры. Нет, но вот этот вот компонент в вашей работе, взаимодействие с другими НКО для нас важен. Второе, это мы, ну вы видите, что мы хотели бы видеть в первую очередь организации, которые уже проработали три и более лет. То есть у вас уже есть определенный опыт, есть на что опираться. Это не значит, что мы не принимаем молодые организации. Ну просто для того, чтобы развивать, да, организационное развитие, надо, чтобы у организации уже что-то было наработано. Мы хотели бы, чтобы претенденты, организация, которую вы представляете, не состояла из одного человека. Поэтому вы видите, что здесь одно из условий, это чтобы в вашей команде было три и более, да, человек. Значит, это не значит, что все должны быть штатными сотрудниками. Мы понимаем, что во многих организациях штатных сотрудников нет. Но есть, например, люди, которые работают, оформлены как самозанятые или постоянные волонтеры, да, или люди, которые работают с вами на гражданско-правовых договорах. Но в любом случае нам важно, чтобы у вас была устойчивая команда. То есть не так, что вы один, а иногда к вам заходит кто-то в гости помочь вам. А вот чтобы у вас была команда, с которой вы работаете. Еще одно важное условие – это то, что мы ждем в программе руководителей, заместителей руководителя, либо кадровый резерв. Ну, то есть человека, которого вы рассматриваете как будущего руководителя, например. Ну, то есть просто сотрудник организации, рядовой, да, не представитель управленческой команды, к сожалению, мы на учебу взять не сможем. Почему? Я дальше буду рассказывать, что один из больших компонентов программы – это внедрение тех знаний, которые мы будем давать на учебе, в практическую деятельность организации, прямо вот в процессе этого года. И если человек, который будет учиться, не будет обладать возможностями для внедрения, да, то, соответственно, или руководитель не будет поддерживать эти внедрения, то, соответственно, это окажется таким холостым выстрелом. Поэтому нам важно, чтобы человек, который придет на программу, был вправе внедрять в организации вот те самые изменения, о которых мы будем говорить на учебе. И если это будет не руководитель, то обязательно согласуйте ваше участие с руководителем, ну, чтобы он был готов к тому, что вы приедете с домашним заданием, например, разработать или скорректировать стратегию организации, чтобы вам потом не сказали, что, знаешь, у тебя другие должностные обязанности, поэтому ничего этого мы делать в организации не будем. Вот поэтому это важно. Ну и еще одно важное условие, и вы поймете, почему мы это условие ставим, вы должны быть 12 месяцев готовы работать на результат. То есть это не разовая поездка на семинар, это комплексная программа годовая, в которой вы будете достаточно много времени тратить на обучение и на практическое внедрение этого, да, и замена участника по ходу программы невозможна, и невыполнение домашних заданий, оно будет вести к отчислению из программы. Но я просто хочу сразу попросить вас оценить свои возможности, временные и ваш потенциал на обучение, потому что программа не будет очень легкой. И, конечно, нам очень важно, ой, простите, нам очень важно, чтобы вы дошли до конца, чтобы у нас не было отсевов, потому что желающих попасть в программу много, вы займете место, и если потом окажется, что у вас нет времени на учебу, то это значит, что это место останется пустым и просто пропадет, ну, нам бы не хотелось, чтобы такая ситуация случалась. Поэтому оцените свои возможности работать на результат в течение 12 месяцев. Да что ж у меня сегодня так переключается, так как-то странно. Теперь следующее, про что я хочу сказать, это какие ключевые, из чего будет состоять программа. Простите, перескакивает почему-то. Значит, в программе у нас несколько блоков. Во-первых, это офлайн-модули. Это четыре модуля по четыре учебных дня, которые будут проходить в Москве. Значит, с точки зрения логистики и времени на дорогу, это наиболее удобный вариант получается. Ориентировочное время проведения этих модулей вы видите сейчас на экране. Это ноябрь этого года, февраль, май и август 24-го года. Значит, четыре полных учебных дня. То есть вы должны быть готовы прилететь и работать на очном модуле в Москве четыре полных учебных дня. Кроме этого, у нас будет отдельный онлайн-трек для участников программы, который направлен на раскрытие своих экспертных возможностей, на развитие позиционирования ваших организаций, на наработку мягких навыков. То есть это будут занятия, которые будут проходить с января по сентябрь в онлайн-режиме по определенным дням. Кроме того, у нас предусмотрен летний интенсив, который будет проходить в период, как вы понимаете, лета, с июня по август. Это будет онлайн-занятие. Понятно, что они будут не все три месяца, а просто вот в этом периоде будет выбрано оптимальное время. И это будет, летний интенсив, будет направлен на отработку технических навыков. То есть то, что нам сейчас крайне важно, и то, в чем, чего требует современная управленческая работа. И, наконец, летний интенсив будет специализированно, заточен уже под участников. Мы сейчас конкретно темы летнего интенсива не называем, потому что треки летнего интенсива будут разработаны под конкретные запросы тех, кто будет включен в программу. И еще один блок, который у нас в программе, это практическая работа. После каждого офлайн-модуля, то есть после каждого из четырех офлайн-модулей, вы будете получать домашнее задание по теме этого модуля, которое будет направлено на внедрение полученных знаний в работу вашей организации. Вашу домашнюю работу будут сопровождать консультанты. То есть это, по сути, практика, направленная на внедрение полученных на офлайн-модулях знаний. Наш опыт проведения образовательных программ показывает, что очень часто на самом обучении участники говорят, насколько важно те знания, которые они получили, но потом эти знания очень слабо внедряются, потому что при внедрении возникают сложности. У участников обучения мало времени, им не с кем проконсультироваться, и поэтому шаг к внедрению не происходит. И вот наша задача, чтобы вы не просто отучились на программе, но и внедрили все свои знания в работу. И именно для этого домашние задания будут как раз ориентированы на то, что то, что вы узнаете на учебе, будет внедряться в вашей организации. При этом мы прекрасно понимаем, что каждая организация индивидуальна, что далеко не все, о чем мы будем говорить на модулях, требует внедрения в организации. Именно поэтому у вас у каждого будет сопровождающий консультант, который как раз и будет помогать сделать так, чтобы полученные знания пошли на пользу организации, а не просто разворошить, знаете, гнездо, навнедрять просто потому, что сказали внедрить. То есть это вот, эта задача как раз на то, чтобы в практику организации внедрить те нужные ей форматы работы, о которых вы будете узнавать на оффлайн модуле. Теперь по ключевым темам. Значит, у нас 10 ключевых тем, и ключевые темы будут, эти ключевые темы будут рассмотрены на оффлайн модулях и подкреплены на наших онлайн треках и на летнем интенсиве. Я не буду зачитывать эти темы, вы все их видите, если кто-то еще подробно не познакомился, можно посмотреть на сайте программы. На что я хочу обратить ваше внимание, что при рассмотрении этих тем мы планируем в первую очередь рассматривать это все с практической точки зрения. То есть у нас с вами планируется не теоретическое обучение, а практикоориентированное обучение. То есть нам важно, чтобы вы на обучении получили не теоретические знания, а те навыки и инструменты, которые позволят вам укрепить и развивать свою организацию. Для того, чтобы обучение было максимально эффективным, к преподаванию будут привлечены не только практики и специалисты из некоммерческого сектора, но и специалисты из бизнес-сектора. Ровно потому, что если вы посмотрите, многие темы, они гораздо сильнее проработаны в бизнес-сообществах у нас. И вот наша задача, чтобы вы получили прям вот актуальные современные знания от практиков, которые могут с вами этими знаниями поделиться. Хочу отдельно обратить внимание на девятый и десятый блок. Да, это soft skills и техник skills. И тот и другой блок крайне важен для управленца. И вот в разделе soft skills будут отдельные занятия по разработке персонального бренда участника программы, по подготовке визиток ваших организаций, по упаковке смыслов ваших организаций, упаковке визиток. Будет отдельно учеба по развитию коммуникационных навыков. Ну и в техник skills тоже будут подниматься вопросы управления данными, знакомство с современными технологическими средствами и как их применять в работе организации. То есть вот эти два блока, они как бы пройдут сквозным сквозным через все те семинары очные и онлайновые, которые у нас будут проходить. Кроме того, программа предусматривает дополнительные возможности. Те, кто знаком с деятельностью группы НКО Гарант, знают, что у нас есть такой формат, как умные субботы и другие дни недели. И это онлайн-семинары, семинары-практикумы по очень актуальным темам. И вот в рамках этого нашего лидерского курса, лидерской программы предусмотрен такой формат, как умные субботы. И на умных субботах мы собираемся рассматривать такие темы, как управление временем, организации проведения совещаний, наймы, оценка сотрудников, ну и другие такие конкретные, практически узкие темы, с которыми сталкиваются руководители, которые нужны ему для постоянной эффективной работы. Умные субботы будут открыты не только для тех, кто будет отобран в лидерскую программу, это будут открытые форматы, поэтому в них смогут принимать участие все, кто заинтересован вот в таком личном повышении квалификации. Объявление о умных субботах будет в открытом доступе, поэтому даже если вы не попадете в программу, вы сможете воспользоваться вот этой опцией, как такой опцией, как умные субботы. Сейчас несколько слов про этапы отбора в программу. Некоторые, я знаю, уже первый этап прошли. Первый этап – это сделать заявку на участие, которую вы можете сделать на сайте. Сайт, наверное, многие уже видели, если и сейчас моя коллега отправит в чат ссылку на сайт программы. На нем, кстати, расписано все, о чем я сейчас рассказываю, и на нем есть кнопка «Зарегистрироваться на программу». После того, как вы подаете эту короткую анкету, она действительно очень короткая, фактически это только информация о вашей организации, о вас и ваши контактные данные, после этого к вам приходит ссылка на анкету. Анкету я сейчас покажу. Вот она, эта анкета. Она не очень большая, но все вопросы в этой анкете открытые. Поэтому на ее заполнение вам потребуется минут 15. И эта анкета является первым этапом отбора на программу. То есть здесь мы спрашиваем вас о том, зачем вам нужна программа, какой опыт вашей организации. Вот как раз в этой анкете стоит отразить то, что я уже говорила, какой у вас есть опыт у вашей организации помощи другим, да, или распространение своего опыта, или консультирование других НКО. Да, мы спрашиваем вам о ваших управленческих проблемах, спрашиваем про то, какие вы перед собой ставите цели на обучение. То есть фактически это, ну, некие ваши обоснования, которые вы даете нам, почему именно вас надо взять в эту программу. И, как я уже говорила, эта анкета, эту анкету надо заполнить в течение 24 часов после того, как она придет к вам на почту. Сразу могу сказать, почему мы поставили такое время. Потому что, когда обычно нас просят заполнить анкету и дают нам, ну, там, неделю, а то и месяц, мы про нее потом забываем, вот, потом вспоминаем в тот момент, когда уже у нас, когда уже поздно, да, а сначала мы все себе рассказываем, что вот уже буквально завтра я соберусь. Вот ровно для того, чтобы у вас не было возможности ничего забыть, значит, как только вы написали, что хочу участвовать в программе, а это можно сделать до 10 сентября, значит, вам сразу прилетает анкета в ответ, и вы прям сразу садитесь и ее заполняете. Вот. И это в том числе проверка на, первая проверка на вашу, да, на твердость вашего решения. Собираетесь вы учиться или не собираетесь? Ну, и содержательные ответы, пожалуйста, обратите на это внимание, часто так бывает, нам говорят, вот вы нас, вот мы вам пишем заявку, а вы нас в программу не берете. Вот очень много зависит от того, как вы заполнили анкету. Некоторые делают это абсолютно формально, знаете, вот, ну, как мы говорим, без души. Вот, ну, есть вопрос, какие три проблемы? Раз, два, три. Вот. Так можно, конечно, но это вот, опять же, это тоже некий такой, это ваше обоснование, зачем вам нужна программа. То есть рассматривайте эту анкету, как, как будто мы вот с вами разговариваем, и вы объясняете, зачем вам нужна программа, какие цели, как, с какими сложностями ваша организация сталкивается, и так далее. Вот. После того, как вы заполнили анкету, вернусь на предыдущий слайд, соответственно, мы рассматриваем ваши анкеты, и, соответственно, это первый, первый отбор. Тем, кто прошел этот первый отбор по анкете, получает ссылку на диагностику. Мы разработали скиллсет, то есть набор компетенций, которыми должен обладать руководитель, да, или заместитель, руководитель организации. И ваша задача будет оценить себя по этому, по этой анкете компетенций, да, по этому скиллсет. То есть вам нужно будет оценить свои текущие навыки. Анкета не очень, эта анкета диагностическая не очень сложная, вам надо будет там себе оценку поставить по каждому из навыков, которые перечислены в скиллсете. Здесь мы тоже, сразу я хочу обратить ваше внимание, что не надо ни занижать свои навыки, ни завышать их. То есть оценивать их адекватно. Эта анкета фактически диагностическая, будет являться вот входным, входной диагностикой в программу, да, в конце обучения вы будете заполнять такую же диагностику, но только уже с учетом того, что вы получили от программы. Соответственно, вам нужно будет заполнить эту диагностическую карту. И после того, как вы заполните эту диагностическую карту, есть два варианта. Кто-то вот по анкете и диагностике сразу будет зачислен в программу, а для кого-то мы назначим интервью для того, чтобы, может быть, задать еще какие-то дополнительные вопросы. Значит, соответственно, вот до 20 сентября, до 10 сентября вы даете заявку и заполняете анкету. До 20 сентября те, кто получит ссылку на прохождение диагностики, должны будут заполнить диагностику. И до 30 сентября мы проведем интервью и 1 октября объявим результаты отбора. Значит, сразу могу сказать, что группа на обучение маленькая. Всего 30 человек мы возьмем. Именно поэтому я еще раз очень прошу вас оценить свои возможности, потому что если вы займете место, а потом не станете учиться, это значит, вы лишите возможности учиться кого-то другого. У нас всего 30 мест на участие. еще раз повторюсь, что заменить себя на другого, даже сотрудника вашей организации в процессе обучения будет невозможно. Мы учим одного человека, принятого в программу. Вот, итого, значит, вот 30 человек у нас будет принято на обучение. Значит, теперь по, еще одна важная вещь, это по условиям. Значит, расходы на участие мы берем на себя, да, включая ваш проезд и проживание в, значит, в месте проведения семинара. Значит, соответственно, все домашние работы по модулям являются обязательной частью программы. Если вы не проходите, не делаете домашнее задание, мы отчисляем вас из программы, ну, соответственно, когда мы, вы включаетесь в программу, мы заключаем с вами договор, в котором описываем ваши обязательства. То есть, включаясь в программу, вы берете на себя обязательства пройти все модули и выполнить все домашние задания. Именно на этих условиях мы готовы компенсировать ваши расходы, включая ваш проезд и проживание. Поэтому, если вы не будете выполнять эти условия, то и мы со своей стороны свои условия тоже выполнять не будем. То есть, вы должны будете вернуть нам те средства, которые мы потратили на ваши проезды и проживание, поскольку вы не закончите программу. И поэтому еще раз прошу оценить ваши возможности на старте, готовы ли вы быть вовлеченными в обучение на протяжении всего времени. программа будет точно интересной. Мы уже имеем опыт проведения таких комплексных обучающих программ. и здесь я даже вижу среди присутствующих тех, кто на Архангельской области был в похожей программе девятимесячной, которая тоже состояла из цикла модулей с домашними заданиями. И вот опыт проведения таких программ показывает, что результат для тех, кто участвует и выполняет все домашние задания, работает с консультантами, как правило результат очень хороший, организация реально выходит на другой уровень развития, получает такой серьезный толчок. Мы надеемся, что в этой программе эта программа не станет исключением, и вы получите не только удовольствие от обучения и от общения с вашими коллегами, которые тоже войдут в эту группу, но и сможете реально внедрить это в работу ваших организаций, это поможет вашим организациям стать устойчивее, эффективнее, эффект будет не только для вас лично, но и для ваших организаций и для тех партнеров, с которыми вы работаете, для тех организаций, для которых вы являетесь таким ресурсом по поддержке. Вот это основное, что я хотела рассказать. Сейчас перед вами контакты, это контакты, это наш основной сайт ngogarant.ru, где вы можете подписаться на рассылку, чтобы не пропускать новости о каких-то других программах, сайт программы silovmesti.ru slash leader, там есть вся информация о программе, ну и соответственно наша электронная почта, на которую нам можно писать. Вот это то, что я хотела рассказать, я вижу, что есть уже, так, можно ли перезаполнить анкету? Да, можно, напишите, пожалуйста, сейчас ваш адрес, мы вышлем вам эту анкету повторно. Кто-то понял, что анкета заполнена не так, как нужно было бы. Вот так бывает, да, мы поэтому и решили провести консультацию. Пожалуйста, есть, значит, что не приходит анкета на электронную почту. Значит, да, есть организации, которые не могут получить, пожалуйста, сейчас, Татьяна, напиши, пожалуйста, основной адрес гаранта. Пишите нам тогда прямо на электронную почту, что мы подали заявку, анкета не пришла, и мы тогда отправим ее вручную. Письмо попало в спам, только увидели. Заполняйте сегодня. Мы прямо пока не жестим до консультации и 24 часа растягиваем. Иногда закрываем глаза, что не за 24 часа. Коллеги из опытных продвинутых ресурсных центров, обратите внимание на то, что программа все-таки ориентирована, что вы проходили много разных обучающих программ, оцените, насколько вам нужна эта программа целиком, вы готовы в ней учиться. Может быть, стоит учить вторых лиц, потому что иногда бывает ученого учить только портить. Есть некоторые суперопытные руководители, которые уже по-всякому учились. Оцените, насколько вам нужна эта программа. спасибо за хорошие отзывы о семинаре, о наших семинарах. Да, мы сейчас... Татьяна, скопируй, пожалуйста, те, кто запрашивает анкету на перезаполнение. Светлана, в космонавты берут всех. Вопрос в том, насколько вам нужно по второму кругу учиться тому же самому. Почему тому же самому-то? Почему тому же самому-то? Мы, смотрите, мы ограничения не ставим, заявку подать могут все. Спасибо. А можно вопрос? Да, конечно. Добрый день, вечер, рада всех видеть. Я увидела, да, по трекам, то есть, я так понимаю, тоже будет акцент, например, на формирование, например, услуг ресурсного центра, монетизацию этих услуг, упаковка, продвижение, то есть, например, у меня как бы сейчас вот это основная цель, насколько это будет уделено в программе тоже. Смотрите, в чистом виде прямо вот все-таки это общеуправленческое обучение. Эти темы будут затронуты в программе, но и у нас будут индивидуальные треки под конкретных участников. Участников немного, поэтому будут индивидуальные треки под участников. консультанты, прямо скажем, что мы будем заниматься исключительно проработкой ваших услуг и там вопросами их монетизации, прям вот сильно глубоко на семинарах мы заглубляться в это не будем, но при этом в рамках ваших домашних заданий разработки стратегии, проработки стратегии привлечения ресурсов и так далее, вы эти темы сами можете поднимать вместе с консультантом. У участников будут консультанты, поэтому вот эти узкие темы, которые наша задача каждой организации помочь сделать шаг вперед, поэтому мы будем обращать внимание на персональные запросы организации. А уже известен список бизнесов? Пока в переговорах. Пока в переговорах, поэтому пока мы список специалистов из бизнеса не актуализируем, не заявляем. Пока у нас идут переговоры, но мы точно можем сказать, что на каждом очном модуле будет работать представитель бизнес-сообщества и специалист из некоммерческого сектора для того, чтобы адаптировать между собой. Вот, а говоришь, нам не надо. Я не говорю, что нам не надо. Нам всем учиться всегда надо. Вопрос в том, что места у нас только 30. Вот это одна из важных вещей. Подскажите, пожалуйста, по спикерам из НКО можно уже приоткрыть завесу тайны или тоже еще в процессе согласования? Все спикеры идут пока в процессе согласования, потому что мы пока на самом деле программа только началась и сейчас мы ведем подбор и спикеры будут разные. И сейчас вообще сложно сказать по спикерам, потому что мы работаем над тем, чтобы у нас на разные тематики были разные спикеры с точки зрения не будет одного спикера, который будет вам все темы читать. Поэтому в связи с тем, что у нас много онлайн-модулей, разные форматы, есть возможность привлечения разных экспертов. И мы бы хотели, но могу сказать, что один из тех, кто будет постоянно с вами, это я. Моя задача сшить все это вместе. Здорово, спасибо. И можно еще технический немного вопрос к теме взвесить свои силы и точно распределить время. Даты оффлайн-дней мне показалось, или это прям даты были в презентации указаны в ноябре, там, 24-й? Месяц, и там было 24-23 возле это дата. Это не дата, это год. А, это год, все. Октябрь 23-го. То есть даты еще неизвестны. Нет, даты мы еще не поставили. Ясно, спасибо. Это месяца, в которые пройдут модули для того, чтобы мы успели уложиться. И что, вот тут две важных вещи, чтобы мы успели уложиться с программой и чтобы вы успели сделать домашнее задание, потому что следующий модуль накладывается на домашнее задание, сделанное предварительно. Я могу сказать, что для группы инколгаранты это не первая комплексная программа. Их удается реализовывать очень редко, потому что это очень дорогостоящие мероприятия. Вот, но и очень трудное как для участников, честно могу сказать, еще раз, это я не пугаю, я просто как бы прошу вас реально оценивать свои силы, потому что это трудно и для участников, и для организаторов. Организаторам трудно, потому что им приходится подпинывать участников, участникам трудно, потому что ну при любом обучении, знаете, есть взлет, потом, как всегда, падение, когда, особенно к середине, типа, зачем я это ввязался, у меня и так работы полно, они тут предстают со своими дурацкими домашними заданиями, вот, ничего делать не буду, все брошу, вообще ничего не буду делать, да, ну и потом, когда этот яма проходится, опять взлет, вот, ну вот эту яму надо проскочить, эту яму проскакивать трудно, вот, честно говорю, мы будем занудами, мы будем очень сильно к вам приставать и очень сильно вас заставлять, потому что у нас выхода нету, у нас контрольно-ключевые точки, как вы понимаете, вот, да, да, вот трудно, это главный вызов, главное, это трудно преодолеть. Объем домашних заданий какой? Значит, объем домашних заданий зависит от модуля, и он в первую очередь ориентирован, ну, то есть нам не бумаги от вас нужны, нам нужно, чтобы вы в работу это включили, ну, например, точно я могу сказать, что после первого модуля, связанного с стратегией и оперативным управлением будет задание по поводу проведения стратегической сессии со своей командой про то, что, значит, прописать стратегию, если она у вас не прописана, или скорректировать, если она у вас прописана, соответственно, оценить ваши процессы и так далее, то есть сколько вам на это понадобится времени, это ваш вопрос, ну, то есть все зависит от того, чего у вас уже есть и какой у вас есть опыт в том, чтобы это делать, поэтому наши домашние задания это не написать нам контрольную работу, все домашние задания будут связаны с внедрением того, что вы, о чем вы будете говорить на модулях, да, и если это про продукты, да, то тогда, соответственно, вам нужно будет определить ваши продукты, описать их, там, и так далее, для того, чтобы все, о чем вы будете говорить на учебе, да, для того, чтобы оно не стало просто грузом знаний, а чтобы оно внедрилось, и чтобы вы уже сразу стали с этим работать в практике, потому что, вот опять же, я уже говорила, повторюсь, наш опыт проведения любых образовательных программ, это в том, что вы, люди не внедряют ничего, ну, то есть, отучились, приехали вот с этой папочкой, положили ее и говорят, пусть она полежит, и я потом, типа, все классно, но я подумаю про это еще, потом внедрю, и потом она так и лежит, эта папочка, вот наша задача, чтобы вы приехали с тетрадкой участника, и начали что-то делать на месте, и тогда у нас с вами за год организация сильно приподнимется. Пожалуйста, еще вопросы. Коллеги, еще вопросы? Места проведения научных... Москва. Москва. Точные модули Москва. У нас аэропорт не работает. Он же в декабре должен начать. Ну, мы боимся, он может и начнет в декабре, но, если что, переместимся в Архангельск. Ну, то есть, ориентировочно Москва или Архангельск. Первый модуль точно Москва. А в чате спрашивают, насколько занятия в онлайн-треке интенсивно запланированы? Спрашивает Юлия. Насколько интенсивно? Там будут разные форматы. Летний, значит, летний интенсив 10, за лето 10 онлайнов. с какой периодичностью будем решать уже в процессе. Значит, умные субботы раз в месяц. И, значит, по нашему опыту онлайн-встречи с участниками раз в две недели. Но они, как правило, короткие, консультационные. Я так понимаю, трекер один на весь, на все обучение. Да. Еще у вас, еще раз повторюсь, еще есть для всех участников обучения отдельно работа по формированию личного персонального бренда и подготовки в визитки организации. Соответственно, вот на это надо будет тоже потратить время на подготовку, а съемка ролика будет нашим подарком в визитке организации. То есть в рамках проекта все участники получат видео-визитку своей организации. Марина Кейна, также вопрос из чата. Сотрудники бюджетных учреждений нет. А если на их базе есть ресурсная площадка, все равно нет. Ни государственные, ни коммерческие организации. А можно вопрос? Да. Добрый день, Алексей, Санкт-Петербург. А только классические ресурсные центры в заявку принимаются? Нет. Я вначале сказала, что мы рассматриваем ресурсный центр с точки зрения широкого понимания. То есть это организация, которая не только сама деятельность ведет, но и помогает другим организациям. Ну, например, организация наработала большой опыт работы с людьми с инвалидностью и консультирует другие организации, которые работают с людьми с инвалидностью в рамках какого-то направления своей работы. Для этого не надо, чтобы она только этим занималась. Не, я не об этом. Это все понятно. Вот, а у нас совсем не классический подход. Мы медиаплатформа НКО, мы студия подкастов некоммерческих. То есть мы помогаем другим некоммерческим организациям, тем, что создаем и собственные подкасты. У нас подкаст, между прочим, приходите, слушайте. Вот, и там обмениваются опытом. То есть ресурсный центр это вот медиа-возможности и мы сейчас два года делаем контент на русском жестовом языке. Мы популяризируем то, что доступная среда для глухих должна быть. То есть фактически вы помогаете другим некоммерческим организациям решать коммуникационные задачи. медиа-вторые. Прекрасно. Все отлично. Это называется специализированный ресурсный центр. Да. Еще, пожалуйста, вопросы. Просит еще раз повторить контакты. Ага, ресурсный центр по организационной работе. Как это подтвердить? Просто описать нам. Описать, сделать ссылку на ваш сайт. Ну, то есть на самом деле мы не требуем никаких супер подтверждений. Расскажите нам, чем вы занимаетесь и опишите это в анкете, дайте ссылки на ваш сайт. Мы посмотрим, теперь ведь все в интернете есть. Да, Ирина, пожалуйста, у вас рука поднята. Добрый день, Ирина Семенова, Ленинградская область, Санкт-Петербург. У меня вопрос. На сайте написано, что компания должна на территории работать больше трех лет. Кто-то может зарегистрироваться. У меня вариант. Моя, у меня две некоммерческих организации. одна из них, одна из них, которая с 15-го года на территории Санкт-Петербурга, а вторая, которая на территории Ленинградской области, которая сейчас в этом году стала официальным ресурсным центром. Но вторая... Опишите в анкете, если вы хотите идти от организации, которые развивать, которая официальным ресурсным центром стала, опишите в анкете, что у вас есть более чем три года опыт работы через другую организацию, и что из нее вырос вот этот ресурсный центр. Ну, то есть фактически, понятно, что он юридически неправоприемник, но фактически вы наработали опыт и теперь работаете как ресурсный центр, то есть опишите это в анкете. У нас нет жесткого условия, там зарегистрировано тогда-то. Нам важно, что... Смотрите, еще раз повторюсь, почему мы поставили ограничение возрастное для организации. Потому что если организация создалась недавно, еще не имеет совсем опыта работы, то фактически у нее еще нет, не наработано ничего, что можно было бы развивать, да? Она там вот в самом первом этапе. Для нее эта программа будет слишком сложной. Важно, чтобы у организации уже было что-то наработанное, что можно улучшать, да? Вот поэтому мы поставили ограничение. Но иногда бывает, что организации вот перерастают вот так, то... Я поняла, но в первичной анкете, где участвуют, там нет места это написать. То есть я зарегистрировала, отправила анкету на Ленобластной, а уже во вторичной анкете смогу сделать шифровку. Да, да, да. Окей, спасибо большое. Пожалуйста. Еще вопросы? Ну, если вопросов нет... У меня вопрос есть, можно? Давайте, отлично. Добрый день, подскажите, пожалуйста. Я вообще приехала в Тюменскую область, из города Томска, ну, то есть Томска область. И сейчас работаю в автономной некоммерческой организации, семья, но она имеет финансирование как бюджетное, так и... Ну, как некоммерческий сектор мы имеем право участвовать в грантах и есть ресурсный центр. В Томской области я была руководителем три года некоммерческой организации. Ну, естественно, я там ее оставила. Здесь сейчас открыла новую организацию. Опыт работы в некоммерческой секторе уже пять лет. И очень хочу попасть в вашу программу, потому что действительно, если здесь открываю организацию, хочу ее уже как-то более профессионально вести и научиться у вас всему этому. И вот хотела спросить, смогу ли я попасть в вашу программу или не стоит? Ну, смотрите, у вас организация уже работает новая, некоммерческая? Нет, я только подала документы в Минюш. К сожалению, не сможем вас взять. Там команда должна быть. То есть вы работать уже должны. Все понятно. Да, поэтому вот просто, чтобы вы не тратили время. Но мы надеемся, что эта программа не последняя. Спасибо. Спасибо. Что, коллеги, спасибо вам большое за интерес к программе. Надеюсь... Я сейчас вот поняла, что я где-то пропустила. Я заполняла анкету, я нигде не увидела, что там нужно ссылку на сайт организации отправить. Это можно просто в текст вставить. Там нет ссылки на сайт. Мы и так найдем. Хорошо. Хорошо. Не волнуйтесь. У вас длинные руки, я знаю. Нас только что нашли. Марина Миронова спрашивает, как подтвердить участников команды? Просто написать об этом нам. Мы проверим. Мы проверим. Смотрите, вот на самом деле, вот опять же, с точки зрения того, вам нет никакого смысла нам неверную информацию давать. Вы же потом сами столкнетесь с тем, что вы ни одно домашнее задание сделать не сможете, если вы в гордом одиночестве. Поэтому вот оценивайте. Эти ограничения в том числе важны для вас, потому что развивать организацию, управление в организации. Может, тогда, когда есть с кем управлять, когда вы в гордом одиночестве сами собой управляете, зачем вам тратить год на наработку управленческих навыков? Юлия, найдем ваш сайт по названию организации. Спасибо большое, коллеги. Очень рада была видеть. Рада, что вам интересно поучаствовать в программе. Мы понимаем,